МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работаем с крупными кондитерскими фабриками. Там Азовская кондитерская, фабрика Кремля, Бабаевский и так далее. С сетями работаем. Делаем орех по спецификации клиента. Что можно сказать? Мероприятие очень хорошее. Я в Ростове посещал мероприятие. И здесь позиция очень интересная. Грецкий орех сама по себе. Тот орех, который предлагает Миносян, и тех саженцев, которые мы видели, и сегодня целый день об этом рассказывали, это очень хороший орех. Ему достойная цена на сегодня. Сложно сказать, как его раскалывать, и что с него получится. Но нечищенный в том виде, который он есть, ни для кого не секрет, на Фудсити это 250-300 рублей. Это китайский орех. Который к нам завозят? Да, в королупе, который к нам завозят, это китайский орех, такая цена на него. Грецкий. Цена, по которой вы покупаете на Фудсити? Или не принимаете? Нет, это вот рыночная цена. 30 рублей, это вот этот орех. Это не танкокоры. И мы вот такого плана орех покупаем, это 50-80 рублей цена. Но мы же говорим о орехе, который танкокоры, из которого выход будет порядка 60-70%. К нам такого плана орех заезжает китайский. Он стоит на Фудсити 250-300 рублей от тонны. Вот этот орех стоит, да, наверное, то, что берет там цыгане, его берут бесплатно, какой-то вороний орех в лесах, полосах, сдают на рынок, формируется какая-то цена, формируется партия, то есть мы его покупаем от 50 до 80 рублей. И с этого ореха, если 30% зерна будет, то это хорошо, то с ореха, который вырастили в Ростое в саду, то с него наверняка будет 50-60% выхода. Вот такого ореха мы перерабатываем 6 тонн в сутки. У нас две смены, порядка 100 человек работает. Принимаем где-то до 10 тонн в день, ну, в зависимости, какой период, какой сезон и все прочее. То есть высоко, высоко, там вообще проблем не будет. Если каждый, допустим, по небольшому участку себе сделает, там по 20, по 10, и мы можем пламя полностью не будет? Да, может. То есть у вас-то пиво-пикливое развитие? Оттоны. А с фундуком работаете? Ну, фундук, вот, вот, был товарищ Беслан, я у него покупаю уже чищенный, либо в Скорлопео в Абхазии. Вообще торгующая компания, у нас весь ассортимент сухофруктов есть, вот, а орех, это вот, как доп-направление такое. А с компанией Орехром не сталкивается? Мы сотрудничаем. А причина, почему они фундуковые сады свои продают, не в курсе? Они не продают? Слушайте, ну... Еще никогда не видел, поэтому, наверное, продают. Два года уже продают. Ну, я могу сказать, что у них все очень сделано дорого, вот, сады полурабочие, ну, не знаю, всякое бывает. Любой бизнес подразумевает продажу. Создание, выведение на какую-то там точку и продажу, почему нет? Может, они хотят... Я не сотрудник Орехпрома, я так... Ну, вы сказали, сады рабочих, вы их видели? Да, видел. Да, слава богу. Видел, а почему не видели? Нормальные сады, там, иностранная техника трущих. Да, это крупная компания. Я знаю, что это крупная компания. Вы не задумывали сажать под себя площади какие-то ореховые? Думаем постоянно, мечтаю я сажать. Зачем? В смысле, зачем? Не верите людям, которые не вырастут для вас? Да нет, ну почему? Я же не конечная точка, то есть есть там статистика, сколько потребляется, да, ореха, то есть планка эта растет, поэтому мы же не все объятные. В реверации про статистики у каждого россиянина потребляется 3-го страшных, 3 грамма ореха будет. Много или мало? Это страшно малая цифра. 3 грамма ореха будет. При норме 7,3 килограмма. Николай Владимирович, пожалуйста, представьте, если он хотел записать фамилии, имя, отчества и... Николай Владимирович Косиков. Компания-партнер, основная у нас компания производственная «Орехдон». Прекрасно, спасибо. Чернораздельный контактный телефон или куда вас звонить, сейчас вот этот человек служит, но там орехов, и это он надо пристроить. Куда позвонить? Контакты есть у меня. Вот директор производства. Давай, давай ты можешь помимо российского потребления, это экспортная позиция. Просто тот орех, который есть сейчас, он на экспорт не пойдет. А что такое промышленный? То на 2, 10. Продолжение следует... Мы не будем импортный орех вымещать. Мы будем потребность перекрывать. Насколько я исследовал штат, спрос на орех всегда выше, чем предложение примерно 5 раз. Давайте не путать фундук и грецкий орех. Потребление разное. Около 1% рынка мы перекрываем. Фундука больше потребляется. В тоннаже больше, конечно. Конечно, больше. Что касается грецкого ореха, мне кажется, еще задумываться о том, что кто-то с кем-то столкнется еще далеко. Нужно столько тысяч садов высадить, чтобы пересекаться с кем-то. Вы покупаете фундук в Абхазии? Фундук в Абхазии покупаем. Больше ни с кем не работаем? Почему? Абхазия, Азербайджан, Турция, Грузия. Со всеми работаем. Иностранный профессиональный весь фундук у вас? Ну, российского его нет. Если грецкий орех есть, российский, то фундука российского нет. Но есть, почему-то не церковь. Ну, да. В Дагестане очень много фундука. Вы отдаете мелкую кубку? И для вас есть это? А он сам отдал уже себе предпочтение, если 15+, это фасовка, 13-15, это фасовка. Все, что ниже калибром, это на дробление, либо на бланшировку, еще на что-то. То есть, речение дается кубку? Объем продается мелкого. Хранение удобнее мелкого. То есть, ну, это же разные продукты. Продукты разные, но, допустим, производителя будущего фунда, кого там, надо понимать, с чем связывается? Мелкий выращивать или крупный? И тот, и тот. Ну, наверное, мелкий лучше. Если есть ли объем, трапезонт не мелкий. Ну, вот, на мой взгляд, вот лично на мой, такое субъективное мнение, я бы выращивал крупный фундук и продавал бы его в Скорлупе. Без дробления, без всяких там вот этих моментов. Это мое личное мнение. Вот. Вот. Если вы будете заморачиваться с дроблением, то вам нужно еще попутно его бланшировать, там, что-то делать с остатками, с половинками, вот, со всеми, со всеми этим. С оболочкой мы не торгуем. Без оболочки, вот, на сегодня это где-то порядка 8 долларов с НДС. Мы в оболочке не закупаем фундук. Без оболочкой? Я же вам говорю, 8,2 доллара. 8,2 доллара с НДС. Это размер 15 плюс? 13-15. 11-13, 13-15. Это закупочные? Да. Это у нас есть фундук? Да нет у населения фундука. Нет фундука? Нет фундука. У нас нет в России фундука. Есть чуть-чуть, есть чуть-чуть в Дагестане фундук и все. А мы уже привезем? Нет. Нет, что вы тоже. Ничего, что вы тоже. Нет, что вы меняете. Какие братья? Очень. Так, вопросы есть конкретные к Николаю Владимировичу? Адрес взяли, потому что сегодня этого адреса вам не надо, а завтра будете искать, перейдите полкаться. В каком виде? Ну без зеленой. Ну а вот в таком. Вот в таком. Ну, чищенный тоже берем. Чищенный тоже берем. А? И такой, и такой. Любой. А чищенный? А чищенный с кругом берем? Ну, какой орех? Бабочка, дробленный. Нет, там две позиции. Бабочка, рядовка. Если вот в таком, в традиционном понимании, то, что есть, вот то, что рынок предлагает, это, наверное, 330-380, а рядовка на 100 рублей дешевле. Только не все съели, а почисти, примите у нас. Да. Какая должна быть упаковка? Никакая. Ну, мешок, мешок, коробка, там, без разницы. Целлофан плохо, если он влазный? В начале сезона целлофан, да, он... Чтоб мешал, да? Скажите, пожалуйста, есть ли в грецком Орехе у вас такая сортировка, допустим, с этого региона Орехи, там мало йода, у него там много йода, как-то вы делаете, допустим, партию, да, прочитаете, допустим, центральная полоса России, там, и по России, ну, вот так. Ну, с центральной полосой мы не работаем, мы работаем в основном с югом, вот, поэтому основные показатели, это, чтобы был танкокорый Орех, ну, чтобы он раскалывался, есть такое понятие, сленг такой, жадный Орех, то есть у него перегородки так устроены, что оттуда он никак не достанется, только в пыль. Ну, и по калибровке, то есть крупный Орех не подходит и мелкий, такой вот. Жадный тоже не берем. Ну, конечно, зачем оно, не берем. А вот этот, вот этот уже какой? Гадный. Он? Нет, по калибровке. По калибровке, но, по калибровке. Субтитры работал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok